У подножья древнего города Ольвия, что в Николаевской области средь украинских степей, Мы читаем гимн Орфический, 34-й, во славу Аполлона, в честь осеннего равноденствия. Фебликарей, гряди облаженный, пеан светочтимый, Мемфиса житель, податель богатств, златолирник спаситель, Тития свергший оратой, титан засеватель пифиец, Гринесь с нимфи, овещий дельфиец пифона убийца, Бог цветоносный, неистовый отрок, преславный, прекрасный, О, мусагет, о, плясун, хороводный, стрелец-дальновержец, О, дидимей, издалекоразящий, о, бахи, о, локси, Делоса, царь, всезрящий, твои светоносные очи, Злато-кудрявый вещатель грядущего чистых глаголов, Я умоляю тебя за людей, о, в нем ли благосклонно, Все перед ссором растерлись твои, и эфир бесконечный, И под эфиром земля, наделенная долей счастливой, Зримой тебе и сквозь мрак звездами расцвеченной ночи, В полной тиши ее корни земли и мира пределы, Сердце заботит твое и начало, и все окончания, О, всецветущий, ведь ты кефарой своей полнозвучной, Ладишь вселенскую ось, то до верхней струны поднимаясь, То опускаясь до нижней струны, то ладом дарийским, Строя небесную ось и все, что на свете живого, Ладишь гармонию, влип во вселенскую участь для смертных, Поровну ты разделяешь, смешав и зиму, и лето, Верхние струны зиме, а нижние лето уверяя, Лад же дарийский для сладкого цвета весны оставляешь, Вот почему у людей именуешься ты, о владыка, Паном, богом двурогим, вздымающим буре свирелью, Ведь у тебя печать от всего, что есть мироздание, Мистов мольбам, облаженные в немли, и храни их спасая.